Из-за пандемии вынужденной самоизоляции многие предприятия, фабрики, салоны красоты либо полностью закрылись, либо были вынуждены сокращать часть персонала. Однако банки в эту категорию не вошли. Наоборот, финансисты демонстрируют спрос на специалистов, и банки постоянно набирают сотрудников. Больше и чаще остальных сотрудников нанимали крупные банки. По мнению экспертов, совершенно очевидно, что пандемия продемонстрировала важность перехода в онлайн-режим работы. Причем не только при обслуживании частных клиентов, но и с корпорациями или крупными компаниями. Согласно статистике, за первые шесть месяцев 2020 года в среднем по рынку количество банковских сотрудников увеличилось на 1-3 тысячи человек или немногим более чем на 1-3,5 пп в зависимости от банка. Большая часть этих данных приходится на крупные банки. Например, Альфа-банк нанял 1 тысяча. Сотрудников ВТБ почти 900 специалистов. Газпромбанк около 3 тысяч, в то же время некоторые банки все-таки сокращали штат. В частности, уменьшилось количество специалистов в кредит Европа-банк, ОТП-банк, ЭКВ-банк и ряде других. Стоит отметить, что за период пандемии количество безработных в России выросло до 3,6 миллиона человек, согласно информации Минтруда. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.